Здравствуйте, уважаемые телезрители, это программа «Званый гость», меня зовут Святослав Иванов, а у нас в студии заведующая музеем истории Воронежского государственного педагогического университета, кандидат исторических наук, известный в городе педагог, историк, деятель музейного дела Татьяна Николаевна Чернобоева. Здравствуйте. Поводом для нашей встречи послужила знаменательная дата. Дело в том, что в этом году исполняется 100 лет высшему педагогическому образованию в Воронеже. Эту дату, я так понимаю, открыла сама Татьяна Николаевна, потому что она не только заведует музеем ВГПУ, но она и самый, наверное, компетентный в нашем регионе специалист по истории развития педагогического образования в Воронеже, потому что она как раз есть автор даже диссертации на эту тему. И я, по моему, всю жизнь вы следите за этой темой. Поэтому и эту дату, я знаю, была большая публикация вашей многодиажной газеты в юбилейном сборнике ВГУ. То есть об этом вы достаточно знаете и достаточно уже рассказали. Ну и пришла пора рассказать об этом нашим телезрителям. Ну, для начала я хотел бы, чтобы вы рассказали немножко о себе. Я знаю, вы педагог по образованию. Почему вы выбрали эту профессию? Как складывалась ваша карьера педагогическая? Станислав Павлович, ну сразу начать хочу с того, что все-таки сказать, что об истории педагогического образования в Воронеже и до меня было много исследований, очень интересных открытий и находок. И, в общем-то, у нас даже есть и создан музей истории образования при Институте повышения квалификации учителей. И, в общем-то, вот собрано было много материалов. Но так сложилось, что действительно, вот темой моего диссертационного исследования была история педагогического образования в Воронеже. Я эту диссертацию защитила уже 10 лет назад. Но как-то в этом году в связи с юбилейными датами, которые отмечает наш город, а юбилейных дат несколько, это и 100-летие Воронежского государственного университета, и вот эта дата, о которой мы сегодня будем говорить, 100 лет высшему педагогическому образованию. И они сделали возможным вот эту актуальность подчеркнуть. Ну, если ответить все-таки на ваш вопрос, как я пришла к диссертационному исследованию. Дело в том, что как-то так сложилось, что я дочь учительницы, заслуженного учителя Российской Федерации. Вот и в пятом классе я уже точно знала, что никаких других профессий мне не предлагать. Я хочу быть только учителем. И шла к этой своей цели, закончив, правда, Челябинский педагогический институт, и работала учителем. Но так сложилась моя судьба, что муж военнослужащий нам приходилось менять место работы, но в какую бы школу я ни приезжала, я везде начинала с того, что создавала школьный музей, если такого еще не было. А вы преподавали историю? Да, преподаватели истории общества знаний. Потому что мое глубокое убеждение, что в учебном заведении обязательно должен быть такой уголок, где хранится его история. Последняя музейная экспозиция – это в лицее номер 7 в городе Воронеже. И оказалось… Вы в лицее когда начали работать? Когда там? Я помню, в Береге мы писали о вас. Вот недавно мы с Тареевой Вячеславовной, Людмила Вячеславовна вспоминала, писала о вашем музее, о вашем объединении школе. Это очень теплая страница. Вы прогремели, вообщем-то, вы тогда. Очень теплая страница в моей жизни. А сейчас я занимаю должность заведующей музеем истории педагогического образования. Вы знаете, никогда я не стремилась к работе в ВУЗе. Но так сложилось, что тема, которой я сейчас занимаюсь, она все равно связана с историей становления педагогических учебных заведений. И поэтому и диссертация затронула именно эти проблемы. И я очень счастлива, очень рада тому, что мы, мне кажется, сумели изложить нашу историю высшего педагогического образования в экспозиции нашего музея. В 2016 году наш ВУЗ отметил 85-летнюю годовщину. И наш ректор Филоненко Сергей Иванович, выпускник нашего ВУЗа, доктор исторических наук, подготовил очень серьезное издание, которое к 85-летию миссии выполнима. Это исторический такой серьезный труд, посвященный истории нашего ВУЗа. Знаете, тоже сразу скажу, мне очень приятно сказать, что в этом многостраничном труде, изданном на красивой линованной бумаге, собраны исторические сведения, связанные с историей каждой кафедры, каждого факультета. Но в приложении мы поместили биографии 350 наших выпускников, которые получили самое высокое признание. Они стали заслуженными учителями Российской Федерации и Советского Союза. Это 350 биографий и очень много там фотографий. Татьяна Николаевна, давайте мы начнем сначала. Это мы в конце скажем о сегодняшнем дне ВУЗа, о том, как вы праздновали. Можно я эту фразу все-таки скажу? И датой основания нашего ВУЗа, видите, к 85-летию была книга издана. Мы берем 1931 год. Это официальная дата, когда родился Воронежский педагогический институт. Тогда называли его институт. Но получается, что это действительно так. Мечты о появлении этого учебного заведения, они зародились раньше. И было много энтузиастов, педагогов, общественных деятелей, которые часть своей жизни положили на то, чтобы это событие, появление нашего ВУЗа, состоялось. И вот теперь, если можно... Спасибо. А теперь я хочу, чтобы мы вернулись в начало. И я предупрежу зрителей, что мы побывали накануне в университете. Мы сняли музей. Не только музей. И наше интервью будет разбавлено вот этим видеорядом. И теперь давайте начнем с того идти хронологически. Я так понимаю, что до земской реформы, до появления народных школ в России как такового широкой подготовки член не было. И мы помним по литературе, по истории. Тот же Алексей Сергеевич Суворин после кадетского корпуса работал учителем. То есть эту функцию для господ, для людей, которые имели возможность заплатить за образование, выполняли выпускники гимназий, кадетских корпусов, студенты университетов. И так как такового образования именно подготовки учителей для массовой школы не было. Совершенно правильно. И мы с вами смотрели в музее как раз альбом выпускников Нечаевской женской гимназии. Вот одно из учреждений, которое тогда было в Воронеже. Совершенно верно. Это частная гимназия. Да, Нечаевская. Но все-таки хочу немножечко вернуться пораньше и сказать, что самое первое учебное заведение, которое стало давать профессиональную подготовку учителям, это была открывшаяся в Воронеже в 1875 году учительская семинария. Посмотрите, название семинария по аналогии с духовными семинариями. Вот духовных семинарий такого вида учебных заведений по России было много. Для них строились специальные здания и собирали штат преподавателей. Даже в нашем городе Воронеже сохранилось в прекрасном состоянии здание бывшей Воронежской духовной семинарии на проспекте революции. А вот для учительской семинарии 1875 года здание не строили, потому что не было для этого средств. И арендовали для занятий здания у богатых воронежцев. Вот у нас в музее сохранились фотографии педагогического совета, учительской семинарии, Воронежской учительской семинарии. Это очень такие интересные люди. У них была оформленная одежда. И семинаристами учительской семинарии были только мальчики. В учительскую семинарию принимали только молодых людей от 16 до 18 лет. И учителем мог быть только молодой человек. И вообще профессия учитель была тогда мужской профессией. Я показываю своим студентам на нашей экспозиции до военного периода. И вот очень зримо видно, какая интересная эволюция произошла. Сейчас в школах в основном женский контингент педагогический, в нашем ВУЗе. А тогда считалось, что задача удел женщины – это родить детей, их воспитывать. А мужчины должны заниматься образовательной функцией. С чем это связано? Да потому что и учебных заведений было очень мало. И, конечно же, образование было мало доступным. Сейчас мы видим совершенно другую историю, другую картину. Но вот это первое учебное заведение. А потом... Но я знаю, что до этого были какие-то педагогические курсы. Педагогические курсы нет. Они уже появились позже, с приездом в наш город из Белгорода Алексея Константиновича Димитриева. Так случилось, что вот в Воронеже была открыта учительская семинария. А в это же время по России открывались учебные заведения, специализированные, немножечко более высокого уровня. Это учительские институты. Это тоже среднее учебное заведение. И вот Димитрий Алексеев Константинович, он в Белгороде уже 7 лет работал, возглавлял Белгородский учительский институт, а в 1913 году был направлен сюда. И здесь он организовал и был директором учительского института. Вы знаете, у нас сохранился очень интересный такой экспонат. Это приветственный адрес в Софьяном переплете, где выгравировано на обложке, что это 1913 год. И подписан этот приветственный адрес директорами всех учебных заведений Воронежа на тот период. Мужской гимназии, губернской гимназии, частных женских учебных заведений, директором кадетского корпуса. Интересные там есть слова. Они так созвучны даже сегодняшним названием нашей книги. В приветственном адресе говорится, что учительский институт имеет миссии быть рассадником педагогических знаний. Так, мне кажется, удивительно, что наша книга педагогического университета, она называется символично. Миссия выполнима. Книга издана в 2016 году. А вот это слово о миссии, оно вот здесь оказалось у вас требованием. Я вас призву, я так понимаю, что это было время, когда осмыслялась вообще, так сказать, философия образования. Я вот прочитал, что впервые о том, что нужна школа для подготовки, ну, нужен заведение для специальной подготовки учителей. Да, специальная подготовка была заявлена на одном из первых заседаний Воронежского губернского собрания в декабре 866 года. И один авторитетный делегат этого собрания сказал, пора нам убедиться, что учителем народной школы не может быть первой встречной громотей. Солдат, дьячок или писарь. И что школа должна дать нечто большее, нежели один механизм чтения или письма. То есть, я так понимаю, общество и государство созрело к тому, что действительно учитель должен не только учить, но и воспитывать. И что он должен иметь какие-то специальные знания, педагогические. И я знаю, что вот эти семинарии, вот я прочитал, что оказывается, это было массовым явлением, что они по всей России, по всей империи, это было в основном для бедных, выходцев бедных семей, то есть, было бесплатное образование там, да, для учителей. Но это было, так сказать, для учителя первой ступени. Совершенность. Двухгодичная, по-моему, была там подготовка. А уже учительский институт уже перешел на три года обучения. Он имел трехгодичную подготовку и, в общем-то, подготавливал учителей для начальных школ. Но он все равно не имел статуса вуза, да? Нет, 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 это среднее учебное заведение. Но вот приехавший сюда Алексей Константинович Димитриев, который, в общем-то, 40 лет посвятил педагогическому труду и 13 последних лет своей жизни провел в Воронеже. Кстати, здесь умер и похоронен был на нашем Чугуновском кладбище, которое не сохранилось. Так вот, он сразу же поддержал инициативу воронежского земства, чтобы при учительском институте были курсы, которые бы давали высшее педагогическое образование. И вы знаете, вот за месяц до открытия учительского института в торжественной обстановке, а Димитриев уже объявил, что начали работать вот эти высшие курсы. Вы знаете, 13-й год – это канон Первой мировой войны. Тем планам Димитриеву не суждено было осуществиться. А потребность в этом была. И губернские, и земские деятели. У нас очень активные были губернские деятели, которые постоянно будировали этот вопрос о профессиональной подготовке учителей. Но тогда это пока не получилось. Учительские курсы, которые стали давать высшее педагогическое образование, они были основаны приехавшим в Воронеж очень известным педагогом Николаем Владимировичем Чеховым, который возглавлял Всероссийский союз учителей. Он приехал в Воронеж и открыл вот эти курсы. Ну как, в принципе, они уже имели свой устав. Он только вдохнул жизнь в эти курсы. Нужно сказать, что даже у учительского института Димитриеву не было своего здания. Опять это были арендованные помещения. И Чехов для курсов тоже арендовал здание. Но здания расположены в центре города. Это нынешнее здание Воронеж, что называют Пентагон, на проспекте революции. Вот там Чехов превратил эти курсы в центр педагогического, ну не знаю, педагогической, даже общественной мысли. Туда были собраны хорошие педагоги, хорошая материальная база. И удивительное дело. Вот вы знаете, почему мы сейчас, это очень актуально, и мне приятно об этом говорить именно в эти дни, о том, что именно в октябре 2018 года в Воронеже впервые открылся Воронежский педагогический институт. Мы не считаем его прародителем нашего сегодняшнего вуза. Так сложились обстоятельства, что в той форме... Это уже, да, это первое высшее педагогическое учебное заведение. Но вы знаете, они шли параллельно. Дмитрий открыл Воронежский педагогический институт, а Чехов стал руководителем этих высших педагогических курсов. И удивительное дело, что Губано принял такое решение, что в связи с тем, что курсы теперь имеют подготовку не трехгодичную, а четырехгодичную, что эти курсы тоже считать высшим педагогическим учебным заведением. И, по сути дела, в октябре 2018 года появилось два учебных заведения, которые давали высшую учебно-высшую профессиональную педагогическую подготовку. Это Воронежский педагогический институт во главе с Алексеем Константиновичем Димитрием и высшие педагогические курсы, которые возглавлял Николай Владимирович Чехов. Ну, это и есть и дата, которую мы празднуем. Но я хотел вернуться до революционного периода и заметить, что, вот я прочитал, оказывается, выпускники Воронежского учительского института должны были проработать шесть лет. То есть проблема была та же, что и сегодня, в должности учительной или вернуть деньги на учебу. Сегодня, по-моему, наше государство, наше правительство тоже внудряет примерно такую же схему, особенно, по-моему, отношения врачей, не знаю, учителя пока, по-моему, они труны, это программа, что должен человек, который... По целевому направлению. И тогда была проблема, конечно, никто, видимо, в деревню из учителей не очень хотел ехать, потому что всегда это было трудно. Но в то же время я хочу сказать нашим телезрителям, что не надо так свысока смотреть на школу девуляционную, потому что если вы наберете в интернете и найдете картину «Устный счет» в народной школе Рачинского, художника Николая Петровича Батана Бельского, вы видите там уравнение, которое написано на доске. Я вот сейчас скажу это уравнение. Это мальчики должны были устно решить его. 10 квадратия плюс 11 квадратия плюс 12 квадратия плюс 13 квадратия плюс 14 квадратия. И это все надо было сложить и разделить на 365. Это была одна из, как сегодня говорят, инновационной школы. Рачинский – это знаменитый педагог, ученый, который, кстати, дружил с Василием Васильевичем Розановым, вы, кстати, поминаете в своей диссертации. То есть и та школа была... Сегодня это уравнение, я уверен, не решит ни один наш школьник, даже 9-10 класса. А вот эти мальчики в народной школе Рачинского это решали. Итак, революция случилась. В столетии начался отсчет высшего педагогического образования. Я так понимаю, что советская власть как раз уделяла очень много поначалу. Ну и всегда образованию. И Воронежский педагогический институт, он, я знаю, что и начало этого института освещено такими именами, как Киселев, да? Совершенно верно, совершенно справедливо. Да, что это были такие мирового, что ли, уровня. Да. Вот нужно сказать, что когда открылся Воронежский педагогический институт в октябре 1918 года, вот руководитель Воронежского Губану по фамилии Белорусец, он обращался на заседание Губану, вот остались его такие высказывания, что если нет зданий для учебных заведений, нужно отдать самые лучшие в городе палацца, лучшие дворцы, которые бы были посвящены подготовке учителей. Действительно, было сказано и было сделано. Один из самых лучших особняков, в котором размещалось Воронежское дворянское собрание на улице Фридриха Энгельса, это здание не сохранилось. Это здание назвали дворцом народного образования. И в этом здании выделили помещение для Воронежского педагогического института, что здесь будут готовить педагогов. Другое дело, опять это 18-й год. Это гражданская война, которая очень серьезно отразилась на городе Воронеже. Здесь были несколько раз белогвардейские войска. И эти помещения, выделенные для Воронежского педагогического института, были отданы под госпиталь. А парты, которые были уже предназначены для занятий, они стояли на улице. И, в общем-то, занятий, учебный процесс организовать было очень сложно. Вы знаете, сохранились в архиве вот эти драматические документы, говорящие о том, как формировался педагогический состав этого первого Воронежского педагогического института. Как, конечно же, для высшего педагогического учебного заведения нужна была профессура. И по совместительству сюда были включены преподаватели сельскохозяйственного института, нашего первого ВУЗа в нашем городе. Ну и тоже вот хочется сказать, что, вы знаете, становление первого педагогического ВУЗа в нашем городе, оно было на фоне тоже очень драматической истории приезда сюда Дербского университета. Эти события шли параллельно. Конечно же, вот мы вчера отпраздновали именно 12 ноября и в Воронежском государственном университете отметили эту дату. Именно 12 ноября прозвучали первые лекции в аудиториях Воронежского государственного университета. Этот университет занял помещение бывшего Михайловского кадетского корпуса, самое большое здание, которое существовало в Воронеже до войны. И вот прозвучали первые лекции профессуры, которая приехала с Дербским университетом, бывшим Юрьевским университетом сюда, в Воронеж. Вот в это же время и шло становление Воронежского педагогического института. Так получилось, что мы знаем педагогический состав вот этого первого педагогического института. Мы знаем, что сколько было набрано студентов. В то время были упразднены все документы о начальном образовании, которое требовалось бы для поступления в ВУЗы. Можно было прийти без документов. Но студенты, которые были зачислены в Воронежский педагогический институт, они все имели или документ об окончании учительской семинарии, или, если это женщины, в основном было мужское население, мужской контингент, но женщины имели свидетельство об окончании каких-то гимназий. И, в общем-то, мы знаем, кто преподавал, сколько было человек. Но так случилось. Это 1918 год. Пребывание белых здесь также не способствовало началу занятий. Если те помещения, которые были выделены первоначально в бывшем здании дворянского собрания, их так и не сумели приспособить под занятия, было еще одно решение, чтобы все-таки для Воронежского педагогического института выделить здание в духовном училище. Вот это сейчас Красный корпус ВГУ, трехэтажным было тогда это здание, мужское духовное училище на проспекте революции. Сейчас это дом 24. Но, опять же, не смогли они развернуть там занятия. А события развернулись, конечно, очень драматично. Даже вот Чехов Николай Владимирович, который так активно и так эффективно начал здесь поднимать педагогическое образование, ему пришлось вернуться в Москву. В 1919 году он вернулся в Москву. А вот Алексей Константинович Дмитриев остался. Из Воронежа ему пришлось отбыть. Куда отбыть? В Рождественскую хаву. Он поехал организовывать курсы учителей. То есть он продолжал свою работу. Даже интересный эпизод мы знаем, что там он подвергся избиению нагайками казаков. За то, что не отрекся от советской власти. Я уж, конечно, не знаю, как он относился к советской власти, потому что родом он из семьи священников. Я думаю, что он не отказался от своей миссии продолжать готовить учителей. Но вот этот тоже бурный такой период закончился. И что было дальше? Что случилось дальше? Вот из Воронежского педагогического института хотели сделать даже педагогическую академию. Было такое вение. Вообще, вот вы знаете, даже по этим названиям можно почувствовать, насколько велико было стремление тех энтузиастов серьезно заниматься подготовкой учителей. Но сложилось все иначе. В стране стали создавать институты народного образования. И Воронежский педагогический институт был реорганизован в Институт народного образования. Тот Алексей Константинович Дмитрия, он стал, возглавил и это учебное заведение. То есть он является каким-то все равно символическим связующим звеном. Я думаю, сейчас есть смысл все-таки остановиться на преподавателях. Я напомню телезрителям, что Киселев, этот автор учебника и элементарная геометрия, это русский советский законодатель школьной математики, вот его учебники математики установили рекорд долговечности, оставаясь выше 60 лет самыми стабильными учебники в отечественной школе. Но вот если Киселев, он, в принципе, принял советскую власть, он даже радовался тиражам, которые получили его. И, кстати, я вот зашел на какой-то сайт учительский, многие сейчас ратуют за возвращение Киселева в школу, чтобы опять эти учебники пустить в образовательный оборот. А можно я добавлю? Вот недавно я поговорила с преподавателем ВГУ, математиком, и он бросил такую фразу, что те серьезные математики, которые работают сейчас в ВГУ, они обязательным своим делом считали проработать, изучить все учебники математики. Это база, это основа, без которой дальше ничего в математике открывать было невозможно. И, конечно же, это вот рекорд. Вся дореволюционная Россия конца XIX века и весь период, пока существовал Советский Союз, все жители нашей страны пользовались этими учебниками математики. И Киселев как раз работал в этом институте народного образования, который появился в городе Воронеже в 1920 году. А вот один еще знаменитый организатор, это педагог народного образования Константин Николаевич Венцель, вот он как раз был уже не так лояльно настроен к советской власти, потому что он считал, он вообще был теоретик, пропагандист, так называют, свободного воспитания, я для себя, честно говоря, открыл это имя. Он полагал, что школа не должна служить орудием для осуществления тех или других приходящих политических задач. Вот такой был мечтатель. Он был организатор, предавательный институт народного образования, и, конечно, он недолго проработал с такими настроениями. Хочется мне сказать, все-таки, Константин Николаевич Венцель, конечно же, вы знаете, это был выдающийся педагог и оратор. Он возглавлял отделение, создал вместе с Димитрием, возглавлял отделение по подготовке учителей начальной школы. На лекции Венцеля собиралась вообще большая посвященная публика города Воронежа. Тогда на лекцию можно было прийти с улицы и послушать того или другого оратора. Так вот, лекции Венцеля всегда заканчивались большими овациями. Сохранился документ такой очень обычного содержания. Это докладная Венцеля директору Института народного образования. В ней такие слова. Милейший, я вас умоляю, сделайте что-нибудь. Я должен преподносить и знакомить будущих учителей с произведением Баха, Шуберта, Моцарта, но не могу этого сделать. Оказалось, что в этом здании, а сейчас это ныне 28-я школа, бывшее здание гимназии Морозова, именно там была размещена канцелярия Института народного образования, там стоял рояль. А Венцель – прекрасный пианист. Он считал долгом своим знакомить выходцев из рабочей крестьянской семьи с шедеврами музыки. Но не мог этого сделать, потому что здание не отапливалось. Это была зима 20-21 годов, и он от этого очень страдал. Действительно, мысль Венцеля была такая, что все политические баталии должны быть за стенами учебного заведения. Конечно, это шло вразрез с теми идеями, которые тогда были. Подготовка, классовая подготовка, и она уже никак не увязывалась с тем, что требовалось от него. Хотя Венцель – удивительное дело. Это тот человек, который написал одну из первых деклараций прав ребенка в мире. Это в 1917 году. Да, ему пришлось уехать в Москву, но он в Москве проработал еще в наркомпросе под руководством Надежды Константиновной Крупской. В 1923 году он опубликовал книгу под названием «Космическая педагогика. 23-й год». Но само название, вот в контексте, конечно, времени, да нам понятно, что педагогика, она всегда есть и будет опираться на самые главные принципы – это уважение к личности учителя, уважение к личности ребенка. Вот этот человек, который имеет отношение к становлению высшего педагогического образования в Воронеже. Да, интереснейшая личность. Я прочитал его идеи, например, вот он пишет, «Всякая внешняя цель, которую ставят воспитание, делает его несвободным. Цель нравственного воспитания – выработка в детях свободной творческой нравственности, а не стадной и массовой». Это, конечно, очень интересные мысли, особенно для того периода. Итак, Институт народного образования, 20-й, 21-й год. Совершенно верно. Это вот как раз самые трудные годы. Да, такой мизерный период существования этого учебного заведения. В общем-то, много было сил положено на то, чтобы создать, открыть в Воронеже вот это полноценное учебное заведение. И сохранилось множество документов о разработке этих программ. Но вот эти титанические усилия ушли в песок, как говорится. Потому что по всей стране тогда было принято решение не распылять вот эти силы. Потому что для нашего города и для многих других провинциальных городов не хватало профессуры наполнить педагогическими кадрами. И более того, вот эти программы для ИНО вырабатывались такими, что будущие учителя должны были знать столько, значит, много таких предметов, издать 24, например, предмета. Это был такой кругозор. Пытались вот развивать у будущих учителей, но не материальных, никаких других ресурсов для этого просто не было. И тогда по стране было принято решение педагогические факультеты сосредоточить в классических университетах, которые уже были организованы по стране. И вот теперь следующая дата развития педагогического образования. В 21-м году на базе Воронежского государственного университета открылся этот педагогический факультет. Вы знаете, но мне лично было очень любопытно, если здание бывшего Михайловского кадетского корпуса, теперь здание ВГУ, оно было, ну, криведы так считают, было самым большим до войны в нашем городе. Оно занимало целый квартал и соединяло с собой, вот как бы мы сказали, улицу Кольцовскую и вот улицу Фридриха Энгельса выходило это здание вот торцом к нынешнему, вот парку Орленок. И нынешний парк Орленок – это бывший кадетский плац. Вот это была площадка для ВГУ, где же был этот знаменитый педагогический факультет. И мы выяснили, вот сейчас в ВГУ 18 факультетов, в нашем педагогическом университете 7, а тогда в ВГУ на 21-й год было, по сути, всего 3 факультета. Юридические власти закрыли, медицинский, очень основательный факультет, они вывели в другое здание. Это здание нынешнего ВГУ, это технологической академии. А все это прекраснейшее здание, трехэтажное здание Михайловского кадетского корпуса бывшего, было теперь, ну вот определено, там размещался педагогический факультет. Вы знаете, он был легендарным. 10 лет существовал педагогический факультет. Во-первых, возглавил его Петр Федорович Каптерев, знаменитый педагог, имя которого сейчас включено во все педагогические энциклопедии. Кстати, а куда же делся наш Алексей Константинович Диметрио, который вот 13 лет своей жизни посвятил тому, чтобы здесь стало прочным это высшее педагогическое образование. Да, он работал в качестве педагога на вот этом педагогическом факультете. Удивительная вещь. Нам удалось найти некролог, посвященный ушедшему из жизни Диметрио. Алексей Константинович умер в 1925 году. То есть половина срока существования педагога, он работал на нем. И в некрологии один из его коллег так и говорит, что до самой смерти Алексей Константинович очень сетовал, что некому его заменить. То есть он работал и работал. И поэтому, вот подчеркнув, что ли, вот эту деталь, мне хочется актуализировать эту личность и в связи с этими различными нашими юбилеями обратиться к его памяти. Итак, вот мне тоже хочется сказать, что заместителем этого прославленного педагогического факультета был иностранец Чуич, который сер по национальности участвовал в Первой мировой войне. И, в общем-то, судьба его дальше сложилась и драматично, и трагично. Он был ректором ВГУ одно время. Вообще преподавателями этого педагогического факультета, то есть подготовкой учителей, занимались в то время такие известные педагоги, ученые, которые в конце жизни стали членами Корами Академии наук. Это биологи Келлер, Козаполянский, Шмальгаузен, химики Думанский, Култашов. В общем-то, это была серьезнейшая подготовка будущих учителей. Но все-таки много выдающихся выпускников вышло именно в этот период. Даже, вы знаете, в этом году была открыта превосходная аллея ученых, Нобелевских лауреатов возле главного корпуса ВГУ. И мы говорим о Черенкове, Нобелевском лауреате. Так Черенков окончил именно педагогический факультет. Он выпускник 1925 года. То есть можно тоже как-то считать, что он имеет отношение к педагогическому образованию. Но все-таки в 1931 году было принято решение, что университеты должны сосредоточиться на подготовке кадров для высшей школы. А нужен самостоятельный педагогический институт. И таковой открылся. В июле было принято решение, а в октябре 1931 года – это дата рождения нашего вуза. И носил он интересное звание Воронежский аграрно-педагогический институт. Совершенно верно, да. Это тоже такая малоизвестная страничка в истории нашего вуза. Тогда было принято решение, что открывающиеся педагогические институты должны иметь профиль. Так как Воронеж – это центр черноземной губернии, и он должен готовить в первую очередь педагогов для сельских школ. Поэтому и назвали наш вуз – Воронежский аграрно-педагогический институт. Но эта профилизация вообще просуществовала всего год. И с 1932 года наш вуз уже имел другое название – Воронежский педагогический институт имени Покровского. Опять же, вот такое название, которое мы сейчас о нем редко как-то вспоминаем и говорим, потому что это имя историка, который тогда ушел из жизни, имел очень большой авторитет. Но мы так и не смогли пока найти этих документов. В какое же время, где-то в 1950-е годы, это имя было потеряно в названии нашего вуза? Я думаю, я вам подскажу это. Подскажете? Да. Я вот прочитал, почему в 1932 году действительно умер советский историк, марксист, общественный деятель. Он был даже заместителем наркомпроса. Это да, это известно. А вот как потерялся у нас из нашего названия. И интересно, что в 1932 году даже Московский государственный университет был назван его именем. То есть это было повсеместно. Многие вузы тогда это имя имели. Да, а уже в мае, нет, в постановлении ЦК ВКПБ от 14 ноября 1938 года о постановке партийной пропаганды в связи с выпуском краткого курса... Историк стал неугоден. А сложившаяся в 20-е годы обширная школа Покровского была объявлена базой вредителей, шпионов и террористов, ловко маскировавшихся при помощи его вредных антиленинских исторических концепций. Книги Покровского изымались из библиотек, учебники по истории переписывались. И посмертный разгром Покровского был довершен целым двухтомников, который назывался «Против исторической концепции Покровского» 1939-1940 год. Я думаю, понятно, что вместе с этими закончились и наименования его именем. И это нам дает возможность перейти к самой страшной истории страницы вашего института репрессия. Ведь институт тоже пострадал в 1937-1938 год. Вот об этом расскажите. Нам очень хотелось бы, чтобы этой страницы не было в истории нашего вуза. Но так как она все-таки есть, и мы об этом говорим. Накануне нового учебного года, 1937 года, в августе 1937 года, было арестовано неожиданное руководство педагогического вуза. Дело в том, что аресты предварительно уже были, но они не касались верхушки руководителей. А здесь было арестовано все руководство вуза, включая его директора, Стойчева Степана Антоновича, всех его заместителей. Были арестованы деканы факультетов, преподаватели, часть студентов. Эти люди полгода провели в тюрьме. А в январе 1938 года некоторые из них были расстреляны. Так был расстрелян Стойчев Степан Антонович. Интересная, конечно, личность. Мы узнали, что до приезда в Воронеж он уже был ректором, директором Пермского и Нижегородского университета. В Нижнем Новгороде случилось необычное. Там тоже из университета выделялся самостоятельно педагогический институт. Но были выборы ректора и там, и там, и профессура, и студенты выбрали Стойчево. И он был одновременно ректором и Нижегородского университета, и Нижегородского педагогического института. А потом он получил направление быть нашим директором. В общем-то, человек очень инициативный. Он приехал сюда в 1934 году, и он успел с 1934 по 1937 год сделать очень многое. По его инициативе были построены два красных корпуса на территории студенческого городка, которые функционируют до сих пор. По инициативе Стойчева было достроено четвертым этажом трехэтажное здание бывшего духовного училища. Сейчас это проспект революции, дом 24, красный корпус ВГУ. Здание не вмещало всех учащихся студентов, и поэтому оно было достроено этим четвертым этажом. И по инициативе Стойчева начали строить наше нынешнее прекрасное здание. Но успели построить только два этажа левого крыла, и стройка замерла. Достраивали наше здание уже после войны. Оно было пущено в строй полностью в 1953 году. Вы знаете, Стойчев добился того, чтобы всех студентов пединститута хотя бы раз в день городская столовая бесплатно кормила обедом. По проспекту революции ходил трамвай, кажется, пятого номера, который при предъявлении студенческого билета студенты могли пользоваться им бесплатно. Именно он ввел тогда праздники, которые бы честовали выпускников педагогического института. Это были пышные праздники, вот несколько лет такое было, которые проводились в парке, в центральном парке, это ныне парк Динамо. Зачем все это нужно было? Да за тем, чтобы поддержать учащуюся молодежь, которая хотела стать учителем, быть учителями. Потому что 30-е годы, это было очень серьезное, тяжелое время насыщенных бурных строек коллективизации, индустриализации. Выжить в городе было очень тяжело. Ребята бросали учебу, возвращались в деревню, чтобы элементарно выжить. А с той, чего надо было удержать здесь. Судя по портрету, конечно, очень обаятельный человек, очень красивый, умный. Я думаю, он был независим наверняка. Сейчас я немножечко к этому подойду. Скажу еще об одной детали, что Стойчев был филологом по образованию. И когда он приехал сюда, его сразу же избрали председателем Воронежской писательской организации. В общем, это время он здесь возглавлял. Это говорит о признании его какого-то еще вот такого авторитета профессионального писателя. Ну, талант, я не буду говорить об этом. Каких-то заслуг, да. Таких заслуг, наверное, он просто не успел пока еще наработать. Я знаю только одну его работу об образе женщины в революции. Вот, не могу сказать. Но, вы знаете, вот были тогда расстреляны и его заместитель талантливый, экономист 33-летний Бартенев. Тогда же был расстрелян первый декан исторического факультета Шипов, первый декан естественно-географического факультета Павша. И, в общем-то, ряд еще наших преподавателей. Вот, забегая вперед, чтобы ответить на ваш вопрос, скажу, что в ЭГУ репрессированы были пять ректоров. В сельскохозяйственном институте тоже там вот порядка четырех ректоров. В строительном институте, который к тому времени был тоже, это вот несколько ректоров. Да в чем вина этих людей? Конечно, никакими шпионами, никакими диверсантами и врагами народа они не были. Это были люди, получившие высшее образование. Но, наверное, они имели смелость то ли критиковать действия власти, да я думаю, до этого даже не доходило. Просто они выполняли свои функциональные обязанности так, как они видели это, как они считали это. Ну, в меня ли, трудно об этом говорить, конечно. Это советская деятельность и так далее. Но вот жизнь этих людей закончилась в Дуговке. Вот в том месте, вы знаете, исполнители тех бессудных приговоров, они думали, что потомки, то есть мы с вами, ну, мы будем заняты своими какими-то целями и задачами, не будем интересоваться тем, что было до нас. Вот все-таки история все расставляет на свои места. И в 90-е годы было найдено это место в Дубовке, где находятся останки, ну, вот называется, 8 тысяч репрессированных в нашем городе Воронеже. Каждый год 30 октября мы бываем на этом месте. Мне хочется все-таки узнать о том, как, где, вот, могут, может быть, найдены останки именно наших преподавателей. Все-таки надежды, наверное, мои не будут оправданы, потому что идет перезахоронение этих останков. Но какие-то подробности вот их жизни, наверное, нам уже не удастся узнать. Хотя одна из преподавательниц, жена нашего заместителя директора, вот, Бартенева, Соколова Бартенева, наша преподавательница, она работала на кафедре народов СССР. Ей тоже вменили, как член семьи, врага народов. Она 8 лет провела в ГУЛАГе, но вернулась и оставила свои неслучайные записки о том времени, где очень подробно написала о том, где, как она ходила для того, чтобы на свидание, но свидание не давали, передавала передачи, где они находились, в каких зданиях, тюрем. И, в общем-то, это очень драматичная история. Двух сыновей у этой молодой пары, у Бартенева, Льва Владимировича, Владимира Бартенева, и вот у Соколовой, было двое детей. Их распределили по разным детским домам. Встретились они спустя только 40 лет. И с младшим, вот, сыном Львом Владимировичем, мы до самой его смерти поддерживали отношения. Он передал нам в музей личные вещи своих родителей, вот, преподавателей нашего вуза. Один из преподавателей, Чертков, получил 7 лет ГУЛАГа по доносу своего студента. Студент сообщил, что преподаватель рекомендует им, студентам, историкам Библию, в качестве исторического источника. Вот, а было время воинственного атеизма. Это было делать нельзя. И, в общем-то, вот такая драматическая страница. Татьяна Николаевна, война, эвакуация. Почему УРЖУМ? И в каком виде был эвакуированный институт? Он продолжил там работать? Спасибо вам за вопрос. Да, спасибо вам за вопрос. Вы знаете, вот, есть у нас такое свидетельство, что на момент открытия педагогического института в 1931 году в советской стране не делали тогда микроскопов. Но одна из преподавателей Слащевской вспоминает, что для открытия нашего Воронежского пединститута закупили партию микроскопов за рубежом. И у нас есть такой один экземпляр, написано «Made in Vena». В столице Австрии изготовлен вот один экземпляр. Мы понимаем, что очень тяжело накапливалась материальная база института. И с началом войны, конечно, нужно было это все сохранить. И городские власти выделили 16 вагонов для того, чтобы вывести все имущество, значит, и состав педагогический, который остался здесь, пожилые преподаватели, студентки молодые, которые не могли оставить родителей, может быть, без попечения. И в эти 16 вагонов предполагалось все погрузить и эвакуировать. И действительно, пединститут не прекращал своих занятий. И вот те оставшиеся студенты, преподаватели на протяжении трех недель все скрупулезно увязывали и укладывали. Но после разгрома фашистов под Москвой сложилась иллюзия, что все, скоро будет конец войне, никуда из Воронежа уезжать не нужно. Эвакуацию отменили. И поэтому все то, что укладывалось так бережно, положили все на прежние места. И когда фашисты уже неожиданно оказались летом у границ нашего города, в ночь со 2 на 3 июля 42 года, что успели закопать в землю, то закопали. Закапывали, кстати, вот под это нынешнее здание, где мы сейчас учимся и работаем. Там шла стройка. И, в общем-то, закопали туда. Что не успели за ночь закопать? Уничтожили. Сами уничтожили большие материальные ценности, в первую очередь архив, чтобы это все не досталось врагу. И в распоряжении пединститута было всего 2 телеги, 2 подводы, запряженные лошадьми. На них погрузили небольшой запас продуктов и сейф с документами. И пешком наши коллеги, предшественники, покинули город. Очевидцы вспоминали, что как только прошли Чернавский мост, мост был взорван. Взорвал его советский сапер, чтобы не облегчить занятия города. О чем говорит это свидетельство? Что наши коллеги, предшественники, были в числе последних беженцев. Они шли 10 дней пешком, вот с этим обозом. И мы в своем музее сделали даже схему, чтобы показать вот этот путь. Даже поддержать преподавателей, студентов было некому, уже эта эвакуация нельзя назвать, этой эвакуацией. И только удалось сесть на какой-то проходящий поезд и доехали до Кирова. В Кирове их пересадили на теплоход, и приплыли наши преподаватели-студенты в город Уржум. Вот город Уржум стал местом эвакуации нашего вуза. Но туда добрались всего 29 преподавателей и 8 студентов. Остальные были на фронте, вот уже по-другому их складывалась, вот та часть жизни. И новый набор студентов уже осуществляли в Уржуме. Удивительное дело, мы до недавнего времени переписывались с одной из 8 студенток, которая была в Уржуме. Она нам очень интересная, свидетельство о жизни и работе в Уржуме прислала, что преподаватели, наши преподаватели сами на кострах готовили еду для студентов. Но тоже интересная такая деталь, что возглавил вот эту эвакуацию нашего педагогического института тогда Загоровский Павел Леонидович, легендарная личность. Ректор вуза тогда не смог отправиться в эвакуацию. Вот этот рафинированный интеллигент с кругозором европейского уровня. Очень интересный человек, который вошел даже вот в число поэтов конца 19 века, что ли, вот мы, начало 20 века. Вот именно он и организовал эту эвакуацию. А спустя год наш институт был в эвакуации, потом еще год в Липецке была немножечко вот часть реэвакуации. Не могли мы вернуться сразу сюда, хотя и после освобождения города получили телеграмму срочно возвращаться. Но куда здесь было возвращаться, если город был разрушен? Кстати, тоже нужно сказать о такой вещи. Я хотел, чтобы про здание рассказали. Про это здание тоже. Спасибо вам за вопрос. Я хотела бы об этом как раз сказать. Это уже интересная история. Потому что, да. Вот я часто выступаю на конференциях в красном корпусе ВГУ. И когда я им говорю, что вы знаете, коллеги, а ведь это наша альмаматор, здесь в 1931 году открылся педагогический институт, ну, это как-то уже плохо увязывается с их современными представлениями. А случилось так, что когда все вузы вернулись в разрушенный, но освобожденный город, классическому университету, вернувшемуся из Елабоги, кажется, да ему некуда было возвращаться, потому что здание Михайловского кадетского корпуса было взорвано окончательно. Но есть у меня такое свидетельство одного из военных, которым первый вошел в Воронеж, ну, в числе первых. Он, значит, военный фотокорреспондент Николай Варламов, он говорил, что красноармейцы были удивлены, почему снег в центре города красного цвета. Да потому что вот красно-кирпичная пыль от взорванного здания бывшего Михайловского кадетского корпуса, она и окрасила весь центр города. То есть для ВГУ некуда было возвращаться. И тогда вот это здание педагогического института было передано классическому университету, потому что педагогическому институту было куда вернуться. Вот все построены стойчивым. Первый и второй корпус, которые сейчас живы, там и разместились. И комнаты для студентов по 16 человек в комнатах по свидетельству Юрия Даниловича Гончарова, известного писателя, нашего выпускника, там же, или преподаватели, там же начались занятия. И наши студенты вместе с пленными немцами, итальянцами, венграми достраивали великолепное здание нынешнего нашего главного корпуса. Вот такая история здания. Вагон. Вагон, который... Сейчас, минуточку, да, сейчас расскажу. Вот. А то здание, сейчас там философский факультет, военная кафедра, библиотека. А про вагон, вот удивительная история. Не знаю, я всегда удив... Вот меня это как-то радует, игреет душу, что ли. Такие истории, которые сами вот идут в руки, скажем так. Дело в том, что в этом году наш главный корпус отремонтировали. Было очень много сил, средств вложено в то, чтобы это здание, это архитектурный памятник нашего города, очень красивое здание, чтобы оно выглядело очень сейчас нарядно, интересно. И именно в этом году нам удалось найти сведения о человеке, который имеет непосредственное отношение к строительству, к послевоенному строительству нашего здания. Так вышло. Удивительно. Может быть, надо как-то исправить эту оплошность, что имя этого человека пока не вошло в наши исторические, наши книги об истории вуза. А имя его Дмитрий Матвеевич Башкардин. Вы знаете, до войны это был боевой милиционер, а в годы войны он дослужился до полковника и в Берлине получил даже трофейный вагон. За что? Да за то, что сумел организовать поддержку голодающим, голодному населению Берлина. То есть, когда там вот эти все послевоенные действия уже закончились, и он полковником организовывал там поддержку, вот именно поддержку мирного населения. Вот. И был награжден трофейным вагоном. Так этот Башкардин Дмитрий Матвеевич трофейный вагон, прибывший сюда, променял на строительные материалы, из которых, которые были необходимы для строительства нашего здания. Мы нашли в нашем архиве личное дело Башкардина, и там последний листочек с большой просьбой, с просьбой об увольнении. Я работал без единого отпуска. Я нисколько не отдыхал. Я прошу уволить меня. Это заявление датировано 1953 годом. Это дата, когда наше здание было впущено, вошло в эксплуатацию вот после войны. И теперь оно одно из самых красивых в городе, да? Да. Ну, у нас нет времени поговорить о советском периоде, но я знаю, что в советский период у вас был взлет и спортивные, Штукман, имя, которое известно, по-моему, всему спортивному миру, да? Это ваш тренер, да? Совершенно верно. Это и Ткачев, это Лавров, это Степашин, Растородский, Ислав Степанович, который Турищеву, чемпионку Олимпийских игр и Шапошникову подготовил. Очень много имен, которые, спортивных, великих имен, которые вышли из вашего вуза. И я знаю, что ваш вуз до недавнего времени обеспечивал 70, да, процентов потребностей и до сих пор, наверное, или уже меньше? Нет, не меньше, в учителях. конечно же. Вообще, наверное, покрываем мы потребности Воронежской области в учителях. Вот это очень серьезная работа, конечно, трудная, которая вот сейчас осуществляется, но все-таки вернусь к первой строчке. Дело в том, что в этом году мы отмечаем как раз 70 лет вот этому факультету физической культуры и безопасности жизнедеятельности. Зачинателями были выдающиеся люди, имена которых на слуху. Нет сейчас Юрия Дардуича Штукмана в живых, но есть Центр Олимпийского резерва имени Штукмана. Это он при вашем... Значит, он был преподавателем физкультуры, он был преподавателем физкультуры и за свою педагогическую работу подготовил шесть олимпийских чемпионов и Василия Растородского, который 20 лет возглавлял олимпийскую сборную, женскую олимпийскую сборную Советского Союза. Конечно, это интересные имена, и они представлены, достойно представлены в экспозиции нашего музея. Нужно сказать, что к 50-летию нашего вуза наше учебное заведение было награждено орденом Знак Почета. Это, конечно, признание заслуг нашего учебного заведения. Сколько выпускников выпускали? Ну, вот такую цифру я не буду сейчас называть, потому что я боюсь ошибиться. Но вот сейчас полноценные семь факультетов и... У вас сейчас 6 тысяч, да, студентов? Ну, 6 тысяч, да, вот 7 тысяч. Ну, тогда было, наверное, раза в два больше или в три. Нет? Так не смогу вам точно ответить на этот вопрос. Это надо мне все-таки свериться. Конечно же, в какую бы сферу мы сейчас не посмотрели жизни нашего города, мы увидим и на руководящих постах, и среди знаменитых ученых, среди знаменитых деятелей, писателей, мы найдем своих выпускников. Но тоже все-таки к слову хочется сказать, что у нас одна из наших выпускниц, Варвара Михайловна Злобина, за свою педагогическую работу скромного, в общем-то, сельского учителя в Новый Усмане, она была удостоена звания героя социалистического труда. Буквально на прошлой неделе в музее Вейпкро Юрия Валентиновича Пыльневым была организована замечательная выставка, посвященная Варваре Михайловне Злобиной. Ее заслуги в том, что в сельской школе она организовала музей имени Пушкина и вела переписку с самым главным пушкинистом того времени. Сейчас это имя, конечно же, очень авторитетно Гетченко. И в их сельском музее собрано 100 писем Гетченко. И в общем-то вот эта такая непосредственная литературная работа и воспитательная работа на примере Пушкина она и тогда получила очень высокую оценку. Среди наших выпускников конечно вот имена и заслуженных учителей, о которых я уже говорила, и писателей. Юрий Данилович Гончаров оставил пронзительные такие воспоминания. Он послевоенный выпускник и описал свою учебу в педагогическом институте в рассказе который называется Командировка в безумие о том как пришли ребята контуженные после войны кто без руки кто без ноги слепые инвалиды но первое что им хотелось восстановить в разрушенном городе это спортивный зал не было не было возможности найти даже вот то чтобы отремонтировать этот зал 93 года институт носит название университета он получил статус университета сейчас у вас 7 факультетов 32 кафедры из новшеств которые я бы отметил вот как сторонний наблюдатель это появление музея великой отечественной войны да ваш ректор известный ученый открыватель переоткрыватель наверное вот такой подробных книг о вот этих операциях которые проходили нашей территории одну из них книгу я прочитал с удовольствием и мы были в музее я надеюсь мы вот покажем зрителям этот кадры с этого музея это действительно очень интересный музей и деятельность вашего ректора очень интересна на этом поприще действительно книги очень любопытные всем советую их прочитать потому что там очень много документов которые которые дают ощущение как как это все на самом деле было с каким напряжением далась нам эта победа ну я думаю что одна из примет то что у вас появился факультет искусств и художественного образования когда мы были вы готовили эти ребята как раз празднику осенние да осенний концерт первокурсников да ну это еще в 90-е годы был открыт этот факультет ну один из таких самых молодых скажем так в нашем возе вы знаете конечно вот ограничиваться только деятельностью музеев наверное неправильно у нас проводится очень большая плодотворная работа научная работа буквально тоже вот вчера начала работу международной конференции по высшей математике и у нас серьезные гости серьезные исследователи вместе со студентами вот проводят эту работу на каждом факультете есть свои изюминки свои конференции которые стали традиционными на географическом естественно географическом факультете на гуманитарном факультете на вот я назвала уже на физико-математическом факультете но если все-таки брать то что близко мне я скажу о том что это действительно исследование Сергея Ивановича Филоненко военного историка которому удалось найти в архивах сателлитов немецкой Германии Италии Венгрии документы касающиеся Воронежского сражения все-таки Воронежское сражение очень долгое время считалось одной из таких белых одним из таких белых пятен мы обозрели сто лет сто лет педагогического образования высшего как вы считаете когда престиж профессии учителя был наиболее высоким за этот период какой трудный вопрос вы знаете учителя сколько существует или такое впечатление что к учителю во все времена относились не знаю мне кажется по разному но вы знаете мне кажется сколько времени существует наш мир всегда стремились к тому чтобы поставить как говорил Ленин учителя на очень большую высоту в общем-то действительно это так должно быть все наши выдающиеся ученые исследователи выдающиеся люди ведь они опираются на то что в них вложили учителя и даже современные бизнесмены ведь их и их детей учат учителя которые получают подготовку в современных педагогических вузах так нужно лихолить или леть эти педагогические учебные заведения чтобы потом ваших детей учили достойные люди получившие очень серьезное образование это очень тяжелая задача и правительству и в руководству всех городов и весей нужно обращать на это самое первостепенное внимание но к сожалению с этим пока трудности кто сегодня идет учителя до недавнего времени это была женская профессия мальчики пошли вот последние годы хороший вопрос и мальчики тоже идут особенно конечно на таких факультетах физико-математический естественно географический факультет меня очень удивляет и я прям присматриваюсь к этим ребятам которые поступают на факультет дошкольного образования эти мальчики которые будут работать в дошкольных учебных заведениях да есть у нас педагоги няни и они получают у нас подготовку разные люди по разным причинам но не знаю мне всегда как-то вот комфортно и приятно видеть глаза наших студентов вот они пришли у нас когда бывают дни открытых дверей мы открываем двери своего музея своих вот всех музеев и видим неподдельный интерес к тому что себя сейчас представляет наш учебный заведений с назначением нового министра у нас у всех появилась какая-то надежда что наше образование вырубит правильное русло что хватит уже этих реформ и надо брать хорошее с прошлого и как написано на памятнике который стоит перед вашим вузом призвание учителя есть призвание высокое и благородное Лев Николаевич Толстой вот эти слова Толстого я думаю что мы должны об этом помнить не только мы и всех от кого зависит чтобы наших детей и внуков учил человек достойный об этом должны помнить и помогать всячески тому чтобы учитель действительно стоял на такой высоте спасибо вам огромное за интересный рассказ до новых встреч до свидания спасибо за приглашение Продолжение следует... Продолжение следует...